добрый день с вами империя пикчер и сегодня покажу вам как нарисовать бисер маркерами если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами рисовать мы будем нашим классным скетчбуке от империи пикчер наборе у нас есть непромогайка для маркеров которые мы подкладываем под листик чтобы у нас ничего не отличалось переворачиваем формат горизонтальный берем карандаш мягкости б и намечаем бисеринки формате листа можно сначала создать такое овальное облачко чтобы определиться где у нас будут располагаться в каком диапазоне бусинки и добавляем их аккуратненько разных форм и это будут круглые какие-то квадратники квадрат такой закругленный немножечко добавим в таком хаотичном порядке немножко разного размера можно добавлять чередовать у нас получилось 13 бусинок и теперь мы можем их прорисовать подетальней начнем с квадратов создаем им плоскости еще снизу по бокам получается нам будет видно три плоскости она будет самая широкая сверху потому что мы смотрим сверху на бусинки серединках прорисовываем отверстие вот это у нас будет с такими овалами как бы напоминающий немножечко пчелины улей нижняя бусинка будет просто кругленькая с отверстием это левая бусинка тоже будет нас квадратная сбоку добавляем отверстие следом идет бусинка круглая за ней идет опять же с овалами как пчелины улей и ответ я не забываем добавлять на каждой бусинке чтобы ее можно было на что-то нанизать две бусины в середине будут круглые их проще всего в принципе рисовать верхняя тоже будет кругленькая когда-то следом идет тоже круглая и вот эту боковую сделаем тоже виде пчелиного улья немножечко их подредактируем в принципе рисунок готов нам остается взять черный линер и аккуратно все ввести по карандашному контуру стараясь за него не выходить пока вы это делаете вам напомню что наша художественная школе открыла и звучит обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства издеваться в любимое дело своей профессии ссылочку на заученное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней заходите обучайтесь вместе с нами после того как мы все обвели линером можем стереть карандашик и приступаем к работе цветом давайте начнем с розовых оттенков берем сто сорок седьмой цвет светло розовый закрашиваем бисеринку круглую посерединке одну пчелиный улей будем их так называть и один квадратик снизу затем беру одинок чуть потемнее розовый например девятый и добавляю тени не буду располагаться где-то посерединке и снизу на все три бусинки добавила затем беру яркий розовый такой прям еще более темные можно сделать отверстие в бусинках ну а также наметить еще более глубокие тени например снизу разделите пальчики на улей и на кубики добавить по краям прям на границах девятым оттенком можно размыть эти границы чтобы были не помягче теперь переходим к фиолетовым бусинам берем светло фиолетовый оттенок номер 77 закрашиваем кругленькую бусинку сверху и квадратную снизу тут справа страны закрашиваем в однотон теперь берем оттенок чуть потемнее 83 на квадратике по границам будет у нас располагаться по краям на второй бусинке можно заштриховать серединочку и обозначить тоже тень с левой стороны еще более темный оттенок 73 используем для отверстия и усиления контраста в тенях сверху прям можно добавить кое-где цветом номер 77 размываем границы чтобы они были более мягкими и переходы будут соответственно тоже более нежными теперь голубые бусинки 179 оттенком цвета голубого цвета закрашиваю 3 квадратик снизу который нас остается и 3 сверху 63 оттенком более темным также намечаю отверстие серединку и затемняю границы и по левой стороне круглую бусину 183 цветом более темным усилию тени и отверстие внутри красный цвет беру цвет номер 12 такой коралловый закрашиваю бусинку сверху кругленькую вот этот улей с правой стороны и также круглую бусину снизу четвертым оттеночком затем я серединке добавляю тени все в принципе одинаково у нас идет формируем объем чек чтобы они были больше на себя похожи цветом номер один бордовым добавляю его в отверстие и глубокие тени за счет этих контрастных теней более темных проявляется объемчик посильнее из-за разницы цвета и тени цветом номер 34 закрашиваю остальные все бусинки в однотон затем сорок четвертый оттеночек чуть потемнее добавляю в отверстие и по контурам с левой стороны на круглой бусины 31 цветом такой оранжевый добавляю глубокие тени на улей так по каждой линии проходимся в принципе готова остается только добавить деталей с помощью белой ручки это будут блики которые располагаются на свету на круглых бусинках мы их можем добавить и таких овальчиков кружочков например там по 2 по одной штучке серединке желтенькие под 31 оттеночком на квадратных бусинах просто таки будут линии по контуру располагаться тоже на свету обязательно потому что блик это часть света на улей добавляю дорисовываю на кругляшах сверху ну и на всех остальных тоже такой завершающий этап и в принципе рисунок готов еще можно добавить падающие тени 77 оттенком от каждой бусинки по левой стороне а повторяя их форму аккуратно падающая тень придаст тоже такую устойчивость для бусинок для бисера и будет более тоже законченный вид вот так вот аккуратно и вот такой бисер маркерами нас с вами получился присылайте ваши результаты к нам инстаграма с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео я вам напомню что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от империи пикчеров найти это и другие варианты обложек вы можете в нашем магазине на велберис империя пикчер по ссылке в описании там много красивых вариантов заходите выбирайте свой и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч